Девушки отдыхают Но я научился решать проблемы сам Вначале свои Потом чужие Так этого лови, лови его Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого кидняк это бизнес И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали Есть проблемы, будем решать Сегодня в программе На самом деле, кидняк будет серьезно позже Смотрите, я готов прямо ее купить, она мне нравится Ну, ребята, обещать мы, значит, жениться Бабки гоним в кассу Я не хочу больше в хостеле жить Четыре дня из Красноярска сюда ехал, чтобы поцеловать замок гостиницу Ты что, не поняла, что все серьезно? Что это? А ну-ка, иди сюда, коза Вариантов у тебя остается немного Для некоторых автолюбителей Процесс продажи автомобиля вместо размеренной прозрачной сделки превращается в настоящий сафари И цену свою надо удержать и на мошенников нарваться Сегодня я вам покажу одну схемку, которую практикуют нечистые на руку коммерсанты владельцы автосервиса Чтобы эту схемку провернуть, мне нужна идеальная жертва И нашел я ее на сайте бесплатных объявлений Нашел мужичка, зовут его Игорь Продает вполне нормальный автомобиль С этим Игорем связался мой помощник Миша Мужик машину продает за вполне вменяемые деньги Вот вы скажете, нормальная машина, нормальная цена Человек адекватный, который ее продает Но в какие проблемы он может воткнуться? Может В какие я покажу чуть позже И делаю я это исключительно для того, чтобы вы понимали Как работают мошенники и что на ровном месте могут вас зацепить И вы потеряете деньги Миша, Миша, выйди на связь Да, на связи, ладно Подтягивайся сюда, к моей машине Дам инструкцию Иду Здорово Здорово Короче, Миш, ты конкретный покупатель Прям трясешь барсетки, что у тебя там деньги И ты готов завершить сделку день в день Звони, скажи, что ты на месте Алло, Игорь, здравствуйте, это Михаил Я с вами созванивался по поводу машины Все, жду вас До встречи Все, окей Так, а мы за Мишу посмотрим на мониторе Здравствуйте Здравствуйте Михаил? Да, Михаил Михаил, очень приятно А вот и мужичок Продавец автомобиля Замечательно Открывать будем? Ну, конечно, надо внутри посмотреть Вот, открылась А так чистенько все вроде Отеков нет Я же не следил Все, то есть, вот Ладно 550 вы даете, да? Да Никаких нет С этой машинкой, на самом деле, все в порядке Он заранее скинул Мише в номер И мы ее пробили Короче, машина не участвовала никаких ДТП Никаких обременений на автомобиле нет Но в целом, приличный автомобиль И ценник, который мужик поставил на нее, вполне адекватный Пробег 47 тысяч у вас? Мало чего-то для вашего года? Да, да, что там на дачу, туда-обратно, все Вы ездите практически Ну, да, то есть, по сути, больше никуда А можно документы ваши посмотреть? Да, пожалуйста Миша изображает добропорядочного покупателя Много очень внимания уделяет документам Осматривает автомобиль Ну, в общем, ведет себя как нормальный такой покупатель Дотошный И у мужика даже в голове нет о том, что здесь какой-то подвох кроется На самом деле, кедняк будет серьезно позже По времени Мы всего лишь сейчас готовим площадку Смотрите, я готов прямо ее купить Она мне нравится Давайте только вот здесь сервис рядом хороший есть Съездим, проверим еще раз ее у специалистов Если все в порядке, прям машину прям там у вас забираю И уже я на ней Подброшу вас до подъезда Ну, проверку всю ею Я все оплачу В принципе, у мужика есть шанс Сделать одно правильное движение Чтобы наша схема не сработала Просто посыпется вся эта схема Точно Конечно За мой счет Ну, ладно Договорились? За ваш счет, да Все Если все хорошо, прям сберу, я на ней Все Против? Нет Ну, тогда поехали, все, вы за руль Знаете, что нужно было сделать? Попросить задаток или аванс И оформить это документально Мыслей о задатке или об авансе в его голову, к сожалению, не прилетело Спасибо Пожалуйста Ну все, рыбку заловили Кто на связи? Прием, Влад Как там, аквариум для рыбки подготовили? Да, ответ установили, все, порядки, ждем Я думаю, что через 20 минут будет Отлично Я надеюсь, вы понимаете, что это не случайный автосервис Это предприятие принадлежит моему другу Эмилю И он любезно согласился предоставить свой автосервис И разрешил установить там скрытые камеры А отрабатывать этого клиента будем всей нашей компанией И в качестве менеджера будет Олег А в качестве слесаря – Серега Так, ребята, мы на месте, подключайте наши камеры Работаем, Влад, сигнал отправили Здравствуйте Здравствуйте Да, добрый день Мы бы хотели предпорвичный осмотр машины Продать Без проблем СТС есть? Да Давайте Олег сейчас готовит обоснование Ну, то есть, если ты хочешь у человека бабок сдернуть Ты должен иметь на руках какие-то аргументы Это наряд-заказ и еще кое-что Все, что нужно для того, чтобы машина заехала в сервис Вот ваш заказ-наряд Серега Да, да Ключики от машины Здравствуйте Здравствуйте Ну, нам бы продажи сделать Акт осмотра Все понял Сейчас загоним, посмотрим Сейчас проверим Да Смотрите, я готов прямо ее купить Она мне нравится Давайте только вот здесь сервис рядом хороший есть На самом деле, киняк будет серьезно позже Что нам бы предпродажную сделать? Сейчас проверим Мужичок на самом деле уже в ловушке То есть, как только машина пересекла ворота автосервиса И был открыт наряд-заказ Он уже априори должен денег И всякие обещания от Миши Что типа он оплатит расходы по диагностике Ну, ребята, обещать не значит жениться На самом деле, с машиной Игоря все в порядке Но Олег знает, что сказать Машина-то бэушная Поэтому дефекты можно найти Или симулировать Ну что, Олег Валентинович Да Ваша машинка-то, да? Ну, я Познакомьтесь Ого Ну, что я могу сказать Смотрите, значит Подушка правая двигателя порвана Есть подтеки масла Проверили давление двигателя Паршивое Миша сделает вид, что поверит Олегу И слиняет А вот самое интересное будет потом Когда автосервис предъявит владельцу автомобиля Слушайте, вы сказали машина хорошая Чего? Ну, нормальная машина Вы что? Я говорю, ну, вы же сами видели Все нормально Паршивое, сколько ремонт? Ну, от 60 до 100 тысяч Где-то Слушайте, я вот время только зря потерял Почему? Ну, что, слушайте Вы мне говорили, что машина хорошая Ну, ты ничего Приехал Конечно, нормальная машина Ладно, все До свидания Не, не, подождите Ну, вот так вот Игорь оказался в безвыходной ситуации Покупатель слетел Машина на подъемнике Тут по-любому надо кошелек растопыривать Ну, как бы вот так Так, заказ-снарядник Пожалуйста, оплатите И можете быть с собой Подождите Михаил же сказал, что все будет бесплатно Все, он же оплатит Я не знаю, какой Михаил Чего он сказал Вот у нас заказ-снаряд Ваш Подождите, подождите Вот заказ Сейчас я наберу ему Смотри-ка, что Мужичок еще надеется Звонит Миша Но Миша трубку не возьмет Так уговорено Варь, недоступно Ваша проблема Нет, я платил Нет, почему я платить-то должен? Подождите А сумма-то какая? Вот, там все прописано 7 тысяч Да ладно Таких цен не бывает Ну, это не я цену устанавливаю А кто? Прискурант Да не, не, вы что Я не буду платить Это ерунда какая-то Ну, тогда ваша машинка Пока у нас побудет Пока вы не передумываете Так, это у вас Вот так А почему? Потому что вы не оплачиваете Работу нашу Ну, я не должен платить Я не буду платить Смотри-ка, что еще упирается Нет, дружище Ты уже свою ошибку совершил Сейчас упираться бесполезно Скоро в дело вступит Серега Сергей Степанович Да, да Тут вот проблемка нарисовалась Что такое? Клиент не хочет оплачивать Я не буду платить Опускайте машину Отдавайте ключи Все, я поехал Я что-то не понял Ты за кого меня считаешь, а? Чего? Потратил время И что? На осмотр твоей машины Что? Что? Я тоже время потратил А на денег стоит Ты вообще на кого-то Вы что думаете, он бесплатно здесь работает? Ну, при чем-то ты? А как при чем? Сделали работу, сделали Заплатили Ну, не буду оплатить Ну, давайте нормально Короче говоря Будет так Чего? Заказ, наряд есть Машина осмотра прошла Бабки гоним в кассу И до свидания Нет? Машина остается здесь Заберешь тогда, когда она думает Семь тысяч и все Какие проблемы-то? Проблемы Пригнал на машину Значит, оплатить не хочет Вы нам посмотрите, что у нас здесь Кто же так делает А я денег давать вам не буду Он с кем-то, Винши, договорился Потому что ему здесь бесплатно Сделают техосмотр Все, вот, деньги Все забирайте Пожалуйста, ваши ключи Спокойно Так, здравствуйте Что у вас происходит? Казай, базай Вот что? Чувствуйте Уберите камеру Так, спокойно Меня зовут Влад Чижов Моя съемочная команда Расскажите, в чем проблема? Проблема в том, что они требуют Сменять деньги За техосмотр Так, минуточку Минуточку Машина ваша? Моя Наряд заказ на кого? На меня Кто должен платить? Ну, я, наверное Мужак, успокойся Тебя же Игорь зовут Да Спокойно Все, мы тебя разыграли Верни деньги, Олег Спокойно Это мои друзья Это Олег Это Сергей За грубость Извинитесь друг перед другом Я же не пересыл Дайте мне рацию, пожалуйста Он вообще добрый Миша, Миша, подходи Миша, подходи Так что, сколько можно было ошибок сделать Ты их совершил И поверил человеку Первому встречному Вот этот тебя кинул Вот он А, это Это тоже наш В общем, смотри, дорогой мой Ошибку ты совершил такую Если ты видишь, что перед тобой реальный клиент Всегда нужно брать Или задаток Или аванс И тогда все расходы Ты можешь компенсировать За счет этих денег Если у тебя такого документа Не составлено И денег ты не взял Что бы ни пообещал человек с улицы Твоя машина Заказ наряд на тебя оформит И огромное количество сервисов в Москве Недобросовестно Как раз этим и промышляет Друг мой Друг мой Скажи мне, пожалуйста Могу я показать это в своей программе? Не, ну я не знаю Не, ну что, куда пускай люди видят Ну, чтобы не было вот такой вот Хреновина Отлично Вот хочу тебе представить Это директор сервиса Спасибо тебе большое, что разрешил Потому что на самом деле Хороший сервис Никогда себе такого не позволяет Но если уж они работу выполнили То денежки по наряд заказу Нужно заплатить Так что вот такая вот история Ладно, все, ребят Отдавайте машину Спасибо большое Миша, спасибо Мы поехали Ну что, подведем итоги Обычно подходы мошенников Не предвещают никакой опасности Ну что здесь такого Если покупатель хочет проверить автомобиль продавца Пожалуйста, проверяйте Но только за свои деньги За деньги покупателя Причем денежки вперед А чтобы вы не выглядели мошенником Дайте покупателю расписку Вот и вся история Как говорил мой один знакомый Авторитетный предприниматель Любые устные договоренности Между продавцом и покупателем Вносят рекомендательный характер И необязательный к исполнению А проще говоря Ничего не стоит Вот как-то так Смотрите дальше Я не хочу больше в хостеле жить Вот зараза-то Семилетний ребенок Четыре дня из Красноярска сюда ехал Чтобы поцеловать в замок гостиницу Ты что, не поняла, что все серьезно? Что ж здесь? А ну-ка иди туда, коза В разгар туристического сезона В интернете распространен Такой вид развода Короче, мошенники делают Фейковые сайты Туристических компаний И начинают продавать путевки Собирают бабки И все Сайт исчезает Никого не найти Делег не вернешь Именно под такой вид мошенничества Попала моя подписчица Ольга из Красноярска Она хотела с сыном Приехать в Москву на каникулы Сделала бронирование Заплатила деньги Приехала в Москву И оказалось, что бронь Это чистая липа Ее выставили просто за дверь Обычно я за такие дела не берусь Но тут особый случай Мошенники переписывались с Ольгой С официальной почтой отеля А это зацепка Поэтому я с Ольгой договорился о встрече Будем выяснять подробности Оля, здравствуйте 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 Ну какой ты красавчик Как тебя зовут-то? Денис Здорово, Денис Меня Влад зовут Ну что? Сколько дней от Красноярска до Москвы? Четыре дня Как ехал-то? Хорошо Молодчага Оля, у меня к вам такое предложение У меня просто приятель Давно уже за городом живет У меня квартира Вы попользуйтесь Несколько дней Ну ладно Да берите Главное воду закрывайте Нет, я не хочу больше в хостеле жить Давайте Давай лучше возьмем А тут еще рядом с метро Недалеко от центра Все хорошо Там даже в холодильнике что-то есть О, хорошо Пользуйтесь, да Спасибо Прямо не знаю, как вас благодарить Пока не стоит меня благодарить Ну давайте, рассказывайте Что у вас там произошло Давно Денису Москву хотела показать Полгода копила на поездку Начала искать уже билеты Гостиницу недорогую И тут как раз приходит рассылка Гостиница Сейчас вам покажу Очень интересное предложение 24 тысячи на 10 дней Слушайте, ну это почти халява 50% на эскекта Я и подумала Надо брать Когда еще такое предложение будет Так Написала им И мне ответила Алена Петренко Менеджер этой гостиницы Она мне прислала счет Программу И виртуальный тур По гостинице Я все посмотрела И сразу решила оплатить Так Но деньги не ушли Алена говорит, что Ну странно, почему у вас А вы на телефоне с ней, да? Да, я ей сразу позвонила Почему у всех уходит А у вас нет Я подумала, что Наверное, это банк Не пропускает платеж Или с счетом Ошибка Алена говорит У них бухгалтер уже ушла Жалко, если вы Акцию упустите Уже завтра Не будет такого предложения Сейчас позвоню бухгалтеру Попробую уточнить Чем можем вам помочь И потом она мне Перезванивает Говорит, что Бухгалтер предложил Перевести деньги По ее номеру телефона А утром Они мне Оформят все За одним числом И пришлют номер брони И, то есть, вы за гостиницу заплатили На личную карточку По номеру телефона, да? Ну да Я так загорелась акцией Что, честно говоря, не подумала Но я сделала скриншот платежа И утром мне пришла Моя бронь Все документы на имейл Я успокоилась Я думала, что все нормально Хорошо Получили вы бронь Поехали в Москву Что было дальше? Приехали в гостиницу Я все распечатала Даю бумаги с бронью А мне говорят, что никаких денег От меня не поступало Никакой брони нет На мое имя И никакой Алены Петренко У них не работает И акций у них тоже не было А вы показывали переписку О том, что письма шли Да, да Я им все показывала Падреса гостиницы Да Я показала им переписку Оплату Все, что было Я это, на самом деле, еще распечатала Мало ли, там телефон потеряли Или что-то Я всегда в дорогу собираюсь Все им показала Все документы Они сказали, что Ничего не знают Это либо Вас обманули Либо Вы сфабриковали А на телефон Вы этой Петренко звонили? Да Он недоступен Ну, нормальная история Отработали вас И Семьков-Ведров Есть шанс Что мы эту ситуацию Размотаем Давайте сделаем вот как Вы мне телефончик Вот этого менеджера Имя, фамилию, отчество Тоже мне пришлите Если есть И кому вы деньги отправляли Скриншот На что имя ушли деньги? Юлия Сергеевна К Юлия Сергеевна К Давайте мне, пожалуйста, СМС-кай Да, готово И отправьте мне, пожалуйста, Адрес гостиницы Вы прям рекламку эту присылаете Все В общем так Не отчаиваемся Понял меня Обязательно на Красную площадь сходить Обязательно съездить на ВДНХ Ну и на метро покататься Без этого вообще никак Считаю, в Москве не было Обещаешь? Да Ну мы на метро только и катались Я очень мечтал крем Молочега Спасибо вам большое Смотрите, я вам сейчас отправлю адресочек Езжайте туда Хорошо Там все соседи уже в курсе Так что, если вдруг чего До свидания Спасибо огромное До свидания До свидания Огромное спасибо вам Жалко, конечно, женщины Ребенка привезла На столицу посмотреть А эти сволочи Представляешь Так ее опрокинули Ну хорошо Хоть есть возможность Сейчас ей чуть-чуть помочь Я надеюсь Несколько дней Она перекантуется И все будет хорошо Теперь о деле Сейчас надо ехать в отель И 100% Кто-то из сотрудников отеля В этом замешан Вряд ли Отель системно Занимается Такими кидниками Ты представляешь Какой-то удар По репутации Поэтому думаю Что в отеле Есть какая-то крыса Которой занимается Этими делами Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Могу чем-то помочь Да, можете помочь Мне Я бы хотел Пообщаться с вашим руководством Это возможно А кому-то Ну, кстати, вопрос личный Я вас узнала Я смотрю с вами передачи Да, очень приятно Спасибо Сейчас позвоню Лариса Евгеньевна Тут к вам посетитель Телевидения Да, хорошо Сейчас Подойдет Лариса Евгеньевна Лариса Евгеньевна Ага, спасибо Можете пока присесть Хорошо Здравствуйте Здравствуйте Я была Лариса Евгеньевна Удачи А если у вас есть 5 минут Посветите, пожалуйста Меня зовут Влад Чужов Я работаю в телевидении Снимаю программу На канале Чая называется Решала Ко мне обратилась женщина Она к вам в гостиницу Приезжала Вроде как У нее липовая бронь Вы ее не пустили Да Помните, да? Да, конечно Да Женщина пришла Вроде как-то Какие-то документы непонятные Что-то не И денежки никак не возвратили В общем Было бы Но наш отель К этому Не имеет никакого отношения Мы никаких Ни акций Ни рассыдных Ничего нет Лариса Евгеньевна Ну вот у меня есть Вот такие вот факты Обратите внимание Предложение Рекламное Об акции Отправлено С официальной почтой Вот видите Отправитель С официальной почты Вашего отеля Да я сама смотрела почту Ни исходящих Ни входящих Никакой переписки Я там не видела А вот Алена Петренко Менеджер Есть у вас Работает такая Я вообще Первый раз слышу Такую Вы директор отеля У вас есть отель На плечах Вы же не все можете знать Ну как-то же Произошел вот этот процесс Это нельзя Подделать Это нельзя сделать В фотошопе Понимаете Значит с вашего сервера Все-таки Уходили какие-то сообщения Может быть вы как-то там Айтишнику Как-то там Я даже не представляю Вообще Что это Это какая-то глупость Ошибка какая-то Хорошо конечно Я сейчас просто-напросто Минуточку Хорошо сейчас я Аллочка Будьте любезны Кофе сделайте пока Пожалуйста Сейчас Минуточку Да Конечно Спасибо Спасибо большое Вы знаете Не знаю как сказать Вы оказались правы Действительно я поговорила С нашим айтишником Да Переписка велась То есть на сервере Она сохранилась Сохранилась И велась С официального сайта Тогда разумный вопрос Кто мог вести От вашего имени Переписку Только менеджер по продажам Юля А можно с ней тогда Пообщаться Каким таким образом Она стала инициатором Этой переписки Она уволилась А в чем причина Она замуж собралась По крайней мере Нам так сказала Так Как вы сказали Ее зовут Юлия Сергеевна Вы будете конечно Смеяться Уж меня извините Пожалуйста Но это уже до смешного Просто доходит Вот это скриншот От перевода денег Юлия Сергеевна К 24 тысячи Ольга Потапова Перевела ей деньги И она у вас уволилась Лариса Евгеньевна У вас налицо проблема У вас персонал Крысят деньги Понимаете или нет Скажите мне пожалуйста Вы официально Принимали на работу У вас есть какое-то там Досье копии паспорта Это же персональные данные Ну как Есть конечно Есть данные Давайте так Я скажу как есть Значит смотрите Я веду расследование Неофициально Предлагаю сделать это тихо Я не буду на вас ссылаться Просто сделаю фотографию Копии паспорта И этого будет достаточно Хорошо Аллочка Там у меня на столе Папочка Файл Она хотела с сыном Приехать в Москву На каникулы За гостиницу Заплатили на личную карточку По номеру телефона Да Предложение Рекламное Отправлено С официальной почты Вашего отеля Кто мог везти От вашего имени Переписку Менеджер по продаже Вот пожалуйста Прошу вас Еще нужно? Да нет Спасибо Вы знаете Я брать не буду у вас Я просто сделаю фотографию Вот зараза Ну попадись Скажите А вот это ее телефон Да? Да Там и телефон И паспортные данные Все Я же говорю Лариса Евгеньевна Давайте с вами Вот как Договоримся Я постараюсь Все-таки Эту Юлию Сергеевну Найти У меня есть просьба Давайте наш разговор Останется в тайне Хорошо? Да, конечно Конечно У меня к вам тоже Будет просьба Вы меня пожалуйста Если можно Держите в курсе Расследования Очень хочется Поговорить с Юлией Сергеевной Напрямую Хорошо Спасибо вам Все чем могу До свидания До свидания Смотрите кто на ней Появляется Ну вот с этого и начнем Мы установили камеры В подъезде Напротив квартиры Где прописана Мошенница Наблюдение показало Что в квартире Проживает Ну некая женщина Лет 50 Ну понимаем Что это не Юля Но мы же копию паспорта Ее имеем Знаем как она выглядит Сколько ей лет Стали копать дальше Опросили соседей Выяснили Что это мама Юли За все время наблюдения Девица на хате Не появлялась Но не общается она С мамой Что делать Надо как-то Ее вытащить навстречу Значит надо Как-то ситуацию Спровоцировать Я связался С директором отеля Где раньше работала Юля Обрисовал ей ситуацию Та вошла в мое положение И согласилась На небольшую провокацию Короче сейчас мы едем Знакомиться С главным бухгалтером Этого отеля С Ульяной То что мы задумали Расскажу чуть позже Здравствуйте Ой Влад Здравствуйте Я узнала вас А вы же Ульяна Да Меня Лариса Евгеньевна Попросила помочь вам Не знаю чем могу помочь С удовольствием Давайте Сейчас я вам все объясню В общем мы находимся По адресу вашего Бывшего менеджера По продаже В Юле Но в адресе она не живет И я бы вот хотел Аккуратненько выяснить Где она находится Я придумал такую легенду Вот здесь у меня документы Ведомости Вот Значит Нужно Зайти в квартиру Там мама ее проживает И Вы как бухгалтер В гостинице Где она работала Скажете Вот знаете Такая история Вот нужно поставить подпись Ясно Все я поняла задачу Так это еще не все Это обычная женская сумочка На торце камеры Она уже включена Просто держите ее Да вот так Правильно? Да Самое главное Действуйте по обстановке Все понятно Все Я прям рада вам помочь Спасибо вам 138-я квартира Все Так жало ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ульяна не подведи Кто там? Здравствуйте А Юля Здесь идет Меня зовут Ульяна Кузнецова Я с прежней работы Здравствуйте Нет Она здесь Ой Здравствуйте Здравствуйте Вы наверное Мама ее Да А Юля-то вам Зачем понадобилась Я бухгалтер В гостинице Где недавно Работала Ваша дочь Понимаете Сейчас сделаем Квартальный отчет И никак Не могу Этот отчет сдать Дозвониться Не могу До вашей дочери Понимаете? Да Юля Недавно Номер сменил Мне Надо обязательно С ней встретиться Надо подписать документы И передать ей Одну Минуточку Стремный момент Ульяну могут вычислить Главное Быть естественной Как вы говорите Вас зовут? Ульяна Алло Тут к тебе Ульяна С твоей прежней Работой Пришла Сейчас я ей Трубочку Дам Здравствуйте Прошу прощения Это вас Ульяна Беспокоит Да Ульяна Наверное Не помните Бухгалтер Да 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 Понимаете Мы сейчас Делаем квартальный отчет Но я документы Никак не могу Закрыть Мне нужна Ваша подпись Да Мы можем Встретиться Через чат Хорошо Замечательно Ульяна Молодец Даже голос не дрогнул Молодчика просто Спасибо вам большое Вы очень выручили До свидания До свидания Ну что, Ульяна Все получилось Я просто телефонный разговор Не расслышал Да Теперь она работает В отеле 11 Дом 32 У меня большая просьба К вам, Ульяна Было бы здорово Если бы все-таки Вы закончили это дело Подъехали туда А я потом присоединюсь Хорошо Я помогу вам Тогда я камеру Оставляю у вас Хорошо И ведомость тоже Все понятно Вас подбросить туда Нет Я на своем автомобиле Звук Отлично Тогда в две машины И поедем Все, замечательно До встречи Ну не складывается у меня ощущение Что это Юля Вот такая прям Прожженная Прошаренная Мошенница У меня вообще такое ощущение Что это ее первая дюлюга Ну посудите сами С одной стороны Она сделала все правильно Представилась чужим именем Ввела переписку С официального сайта компании Используя официальную почту И сообщение потом удалила Но на сервере-то сообщения остались Она что, об этом не знала, что ли? Опять же При переводе денег Дала свою собственную карту Ну это же прям палево Хотя с другой стороны Рано еще загадывать Может что почувствовать И соскучит Ищу ее потом С собаками Приехала в Москву И оказалось, что бронь Это чистая липа Ее выставили просто за две Я не хочу больше в хостер Кто мог вести Атоша И переписку Менеджер по продаже Юля Здравствуйте Вы, наверное, мама ее Да, Юль-то вам зачем понадобится Ну что, Ульяна Все получилось Да, теперь она работает В отеле 11 Дом 32 Ульяна, я сейчас запаркуюсь И подойду к вам Идем, ну конечно Ну что, не волнуйтесь Все у вас получится Постарайтесь ее вытащить сюда И все записывайте на камеру Хорошо, хорошо Я подключусь к разговору Как только она выйдет Здравствуйте, Юля Вы пунктуальны Может быть, пройдем к моей машине Там пообщаемся И подпишите документы Ну давайте, да Я пыталась вам дозвониться Дозвониться У меня никак не получилось Поэтому и пришлось Немножко так Так, вот моя машина Давайте подойдем сюда Ну вот она какая Юля Да, вот это Спасибо, Ульяна Юля Что вы, кто? А я вам сейчас объясню Камеру убери Не надо здесь снимать Не надо, не надо Давай поговорим с тобой Спокойно Не надо, я не хочу, чтобы меня Спокойно Меня зовут Влад Чижов Я снимаю программу Решала на канале Че А мошенник Ты кинула мамашу с ребенком Они четыре дня сюда ехали Семилетний ребенок Четыре дня из Красноярска Сюда ехал, чтобы поцеловать В замок гостиницу Куда их не пустили Потому что ты им Сделала липовую бронь Взяла с них денег Двадцать четыре тысячи Я не знаю ничего Послушай меня внимательно Ты что, не поняла, что все серьезно? А ну-ка иди сюда, коза Не трогай Ну-ка иди сюда Быстро, быстро, быстро Иди сюда Вариантов у тебя остается немного Разговор сейчас будет идти По такому маршруту Мы сейчас идем на новое место работы И общаемся с директором по безопасности Я ему объясню, что ты делаешь У них в гостинице И ты овца увидишь надолго Ты мнешься-то? Деньги надо отдавать Да я поняла Миша, забирай ее Смотри, какая коза прыткая Чего ты меня трогаешь все? Блин, спасибо вам большое Вы уж извините, пожалуйста Что я так вовлек вас В такую вообще сложную историю Спасибо вам за вашу работу Можно камеру? Да, конечно, пожалуйста Это вам спасибо Без вас бы не справились А это можете оставить на памяти Спасибо вам большое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, Юля, выходим. Катя. Подождите, подождите, пожалуйста, я вас умаю. Давайте туда не пойдем. Можно я не пойду? Ты когда женщину с ребенком кидала, ты думала об этом? Ты понимаешь, что она приехала в другой город? Ее на улицу выгнали. Пошли, сейчас с ней познакомишься. Я попросил, чтобы мои ребята ее привезли. Идем, идем, посмотришь ей в глаза. За свои поступки надо отвечать. Пожалуйста, я вас умоляю, мне нельзя туда. Евгеньевна, я не знаю, что она со мной сейчас делает. Не надо. О, я смотрю, вы уже познакомились. Да, вы уже познакомились. Здравствуйте. Ну, сейчас, Оля, познакомитесь еще и с мошенницей, собственно. Такая молодая. Вот представь, ты с ребенком приехала в чужой город и осталась без жилья, без крова и на улице. А помочь некому, никому не знаешь. Хорошо, Влад помог. В общем, так, Юль, у тебя деньги человеку отдать есть? У меня вообще нет. Значит, будешь отрабатывать. У нас грязной работы на кухне, в подсобках вполне достаточно. Анатолий Сергеевич, проводи, пожалуйста, девочки. Пожалуйста, работай. С утра до ночи. Ольга, ну, раз уж так произошло, все-таки это накладка и нашего отеля. Вы нас извините, пожалуйста. А вам с ребеночком мы предоставим отдельный номер на 10 дней. Даже одну экскурсию сделаем. Да, да. Ой, спасибо вам большое. Так что с вещами сегодня вас ждем. Спасибо. Я уже. Все, до свидания, Владимир. Спасибо, спасибо. Ждем вас, приезжайте. Пойдемте. Вот видите, как все хорошо обошлось. Здесь хорошие люди бывают. Вот хозяюшка гостиницы тоже оказалась человек не чувствуя, а очень даже отзывчивая. Кстати, где ваш богаты Денис-то? В квартире мультики смотрят. Когда со мной приехали, его не оторвать от мультиков. Спасибо вам за квартиру еще раз. Ну, понятно. Давайте сделаем мультик. Миша поможет вам с вещами. Угу. Вот. Ну и, соответственно, ключи тогда, Миша, передадите. Хорошо. Поосторожней в следующий раз-то. Спасибо вам огромное. Прям не знаю, как благодарить. Спасибо. Оля, это Москва. Поаккуратнее. Понимаю, да. Все, лежайте. Большое дело для нас сделали. Спасибо. Если в какой-то момент вы получили очень выгодное предложение, ну, прям лакомый кусок какой-то, не торопитесь обольщаться. Особенно, если вас торопят, мол, типа акция действует только сегодня. И надо быстрее и быстрее. Да еще и сложности какие-то с оплатой. Вам предлагают оплатить деньги на какой-нибудь безымянный кошелек или на частную карточку. Сто процентов с вами работают мошенники. Очень часто, помогая людям, я слышу от них. Мы потом проверили номер телефона. Оказалось, липа. Мы потом проверили фирму. Реквизиты липовые. Мы потом проверили сайт. Подделка. Ключевое слово – потом. Ребята, дорогие мои, давайте думать заранее, чтобы потом не кусать локти. Вот как-то так. Сегодня будем говорить об одной космической глупости. Мне на страничку написал некто Михаил. Проблема у него такая. Он решил сделать подарок своей девушке. Подарить не что-нибудь, а целую звезду. Переименовать звезду в честь своей девушки. Так вот, Миша получил сертификат. Вот он, за 15 тысяч. Красивая картонка с набором букв. И действительно, скорее всего, все изменения были внесены в реестр только той маленькой фирмы, которая занимается этим лукавством. Так вот, девушка настолько обрадовалась этому подарку, что похвасталась в социальной сети. И ей тут же написал какой-то специалист, мол, девушка, это не так. Звезду переименовать нельзя. Это все обман. Анастасия устроила Миша скандал и истерику. Миша расстроился, написал мне на страничку с требованием вывести на чистую воду этих негодяев. Миша, а чего ты хотел? Звезду купить нельзя. Как нельзя купить Кремль или нельзя купить 6 соток на Луне. Это невозможно. Лучше бы ты на пятнашку купил бы своей подруге какой-то значимый подарок. Вот как-то так.